Всем привет! Сегодня мы погрем о питании и рассмотрим три типа телосажения. Эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы. Начнем с Геннадия. Геннадий у нас становится к типу людей эктоморфы. Это те люди, которые обладают очень быстрым обменом веществ, которым очень тяжело набрать мышечную массу. Итак, что я посоветую этим людям? Изначально, когда они приходят заниматься, будь то фитнес, будь то бодибилдинг или пауэрлифтинг, где раньше, они приходят в ражерный зал за набором мышечной массы. Им надо большой акцент делать на углеводы и на жиры. То есть белка у них будет из всего рациона это 10-20%, углеводов это будет 60-70% и 10-20% жиры. Жиры выбираем полезные. Еще раз вернемся. Почему я повторю? Почему большое количество углеводов? Потому что этим людям нужна калорийная пища, именно калорийность. Они будут набирать с калорий. Далее и упор делаем именно на сложные углеводы. Почему именно сложные? Эти углеводы относятся к кашам. Простые и сложные, чем отличаются? Простые это у нас сладкие, быстрые углеводы, сложные это медленные углеводы, это долгие. Медленные углеводы, когда попадают в организм кишечник, они у нас потихонечку, по грамму начинают расщепляться и постепенно наполняют мышцы гликогеном, постепенно подпитут организм. Быстрые углеводы, когда попадают в организм, они очень быстро усваиваются, поджелудочная железа вырабатывает большое количество инсулина. И когда слишком слишком инсулин вырабатывается, все эти углеводы перерабатываются в жир. Тут же уходит жир. А когда они медленные, когда они потихоньку идут, они постепенно наполняют мышцы. То есть мышцы становятся наполненными, и углеводы уходят именно в мышцы, а не под кожу. То есть когда быстрые углеводы, получается под кожу жир. И человек выглядит не совсем эстетично и совсем красиво. Далее, жиры выбираем насыщенные. Объясню, чем отличаются насыщенные от ненасыщенные. Насыщенные жиры, когда мы кушаем, они нам дают энергию, но эти же жиры, они не полезны. Они поднимают в организме большой уровень холестерина, и к тому же от них остаются большие жировые отложения. А в частности, это больше всего в ягодицах и в области живота. А ненасыщенные жиры, чем они отличаются? Ненасыщенные жиры дают нам энергию, и этот жир, который идет с ненасыщенных, он тут же перерабатывается в энергию. Он в жиры не откладывается. Таким жирам относятся у нас орехи, все кроме арахиса. Также, в частности, скажу, что на какие орехи надо делать и пор, это миндаль, это фундук, это грецкий орех, это кедровый орех, это кешью. То есть, они хоть и калорийны, но вредатель никакого. Также у нас орехи способствуют активности головного мозга. Далее, это рыба. Желательно рыбу кушать и красную, морскую, крупную. Там очень много аминокислот, очень много вот этих омега-3 жиров, омега-3, омега-6. Это есть ненасыщенные жиры, которые нам дают энергию. И далее, это масла. Масла такие, как тыквенное, льняное, подсолнечное. То есть, любое масло, которое должно быть нерафинированным. Женщинам я посвятую льняное масло, а мужчинам я посвятую тыквенное масло. Именно жиры, то есть, почему организм не может обходиться без жиров, потому что именно жиры на ним способствуют выработке полезного холестерина. А полезный холестерин – это сырье до тестостерона. И, соответственно, если у нас будет недостаток жиров в организме, тестостерон у человека будет понижаться. А тестостерон – это и есть сила наша на тренировках, это и есть мощь наших мышц. Также, что я посоветую из углеводов и почему организм не может обходиться без углеводов. Углеводы у нас служат в качестве транспорта, доставки белка в мышцы. То есть, соответственно, каждому приему белка, если, допустим, в день это будет 5-6 приемов, я советую кушать часто, но немного. Допустим, по 100, по 70, по 100 грамм белка, к каждому приему прибавляет 5-10 грамм жиров и 20-30 грамм углеводов. То есть, соответственно, белок будет очень хорошо усваивать с углеводами, именно с углеводами. Из углеводов – это каша, это крупы, гречка, перловка, овсянка, рис. Рис желательно кушать и бурый, не шлифованный, так как в этом рисе очень много витаминов, очень много клетчатки, а в белом рисе там просто углеводы, больше ничего нет. Далее, что из углеводов. А также обязательно включайте в рацион клетчатку, в клетчатке это вообще никуда. Клетчатка – это листья салата, это огурцы, это помидоры, это бальгарский перец, то есть все овощи. Обязательно включайте в рацион фрукты, то есть витамины нужны организму обязательно. Те витамины, именно которые природа, не которые вы с аптеки берете. С аптеки надо тоже брать дополнительные мультивитамины. А также именно из фруктов, что я посоветую, это яблоки, зеленые желательно. Очень хорошо помогают пищеварению. Бананы, там очень много калия, магния. В первую половину дня надо бананы именно с завтраком, потому что с кашей. А что еще я посоветую? Киви, очень много витамина С. Виноград, то есть можете фрукты, в принципе, тот человек, который относится к виду эктоморфа. Фрукты можно есть любые, без ограничения. Сахароза, все остальное, то есть где много углеводов, без разницы. Далее, что я посоветую из белка? Из белка я посоветую тушить именно белое мясо. Это желательно курица, это индейка, то есть белое диетическое мясо. Также нужно обязательно добавлять в рацион говядину, именно вырезка. Вырезка говядины, именно вырезка свинины, чтобы это были не жирные места. Так как в говядине, свинине очень много креатина. А креатина-то незаменимая аминокислота в организме, которая организму не вырабатывается. То есть именно ее надо брать с мяса, это с говядиной и со свининой. Такой дневной рацион будет у эктоморфа. На утро это будет каша, желательно овсяная, так как там очень много клетчатки. Это будут яйца, то есть желтка должно у человека выходить вот такого 2-3 сутки, не больше. Так как там очень много холестерина. Далее это будет 5-6 яичных белков, сверху 1-2 банана можно съесть, либо 1 яблоко. Далее на обед, если у нас потом можно будет сделать, если я говорю завтрак, это будет 8 утра. Завтрак у нас в России должен быть не позже 10 утра, потому что мы просыпаемся, у нас еще обмены все ускорены. После 10-11 часов утра он замедляется постепенно, поэтому завтрак не позже 10. Далее можно сделать легкий перекус, как какой-нибудь творожок, грамм 100-200 и йогурт в 12 часов. Далее у нас будет обед 2-3 часа. На обед я посоветую съесть либо говядину, либо курицу в размере 150-250 грамм, зависит от веса человека. Далее каша, либо гречневая, либо рисовая. Можно также съесть картофель, либо макароны твердых сортов. Далее на обед нужен обязательно салат. Салат у нас послужит в качестве клетчатки, в качестве витаминов. Листья салата, огурцы, помидоры, болгарский перец и так далее. Все это можно полить нерафинированным маслом, либо оливковым, либо тыквенным для мужчин. Далее наполнник я посоветую съесть грамм 100-150 орехов. Так сказать, для калорийности. То есть это председание будет 200-300 килокалорий. Можно это орехи съесть с медом. 2-3 чайные ложки меда. Далее через час-полтора после этого я посоветую по теме тренировку. Тщательно позаниматься, загрузиться быстрыми углеводами и кислотами. Калия постановки должен... У нас будет белковое окно. Именно в это окно в час. Час постановки у нас есть, когда в организме очень хорошо усваивается белок. Очень хорошо. То есть в десятки раз лучше, чем, допустим, даже утром или в обед. Я посоветую после этого выпить протеиновый коктейль, либо съесть кусок лосося, рыбы. Грамм 10-250. Также с углеводами. Грамм 50-100. Все. Через 2-3 часа после этого я посоветую выпить перед сном творог, так как там содержится длинный белок, казин. А белок я почему... Я почему объясню именно, почему творог перед сном? Желательно обезжиренный. Потому что мы когда ложимся спать, мозг у нас не спит никогда. Он постоянно активен. А ночью он даже больше активен, чем днем. Поэтому, когда мы ложимся спать, почему с утра просыпаемся, если мы на дронировке забились, хорошо, с утра просыпаемся в кусты и постоянно. Потому что мозг начинает питаться мышцами. А чтобы он мышцами не питался, допустим, мы поели что-то перед сном, через 2-3 часа все это усвоилось, а потом мозг начинает кушать мышцы. Чтобы он их не ел, нам нужен длинный белок. А так как творог, он очень долго держится в организме, до 12 часов, от 8 до 12, он в желудке, он постепенно растворяется, постепенно расщепляется. Поэтому кушаем на ночь творог с йогуртом и ложимся спать. То есть там просыпаемся в очень хорошем, в очень хорошем тонусе, то есть с хорошим настроением и можем идти дальше, продолжать следующий день. Первому типу эктоморфу я посоветую есть даже, чтобы это было 2-3 приема в день. Но это были большие приемы, дабы замедлить обмен веществ. Чтобы замедлить обмен веществ, понимаете? То есть когда мы кушаем частый по чуть-чуть, обмен веществе ускоряется. Когда мы кушаем в больших количествах еду, и допустим это будет меньше 2 раза приемов, 2-3 приемов, то обмен веществ замедляется. Почему всегда говорят, кушайте дробно, питание должно быть дробное, питание должно быть часто, чтобы ускорить обмен веществ, чтобы не грузить желудок свой, понимаете? Продолжение следует... Продолжение следует...